1 июля состоялось заседание Десногорского городского совета по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан. Депутаты рассмотрели повестку дня одним из вопросов, который был о принятии в собственность Десногорска объектов движимого имущества. Так единогласно было принято решение о включении в собственность города детской игровой площадки в 5-м микрорайоне. Также рассматривалось предложение о внесении изменений в решение Десногорского городсовета об утверждении стоимости платных услуг в ванно-прачечном комбинате «Латона». Предлагается внести изменения в пункт 2 и вложить в новую редакцию. Так как у нас сейчас действующий тариф действует до 30 июня, данной редакцией мы его подбиваем до 31 декабря 2021 года без изменений. Ранее в Совет были предоставлены данные о наложении федеральных лесов на земли, входящие в состав муниципалитета. В связи с этим Комитетом по городскому хозяйству и промышленному комплексу из единого госреестра были затребованы 7 кадастровых выписок. Оказалось, что совпадение федеральных и городских земельных участков подтвердилось в четырёх случаях. А это требует изменения генерального плана Десногорска. «Дальнейшие действия будут предприниматься по согласованию с Рословской думой, с муниципальным вызванием Рословской района, по передаче земель, которые купали на нашу территорию, в их собственность земли лесного фонда». Выслушав дополнительные возражения и замечания, председатель городсовета Анатолий Терлецкий выдвинул предложение о вынесении решения по изменению генплана после предоставления и изучения дорожной карты Десногорска.